17 по счету, но первый по масштабности в этом году Хиблогер Змава приглашает аж на стадион. До начала концерта оставался еще час, но на сцене уже оркестр хор на трибунах зрителей. Министр культуры Эльвира Арсаля отметила, что подготовка к этому концерту была серьезной и обстоятельной. Вы знаете, Хиблогер Фестиваль это не только очень яркое культурное событие, и, пожалуй, самое главное событие нашей культурной жизни, но для нас, конечно, работников министерства, это, наверное, такая самая высокая точка напряжения, потому что здесь такие качества, как организация, скоординированная работа и оперативное решение многих вопросов, конечно, влияет на результат. Хочу сказать, конечно, о масштабе мероприятия. Пожалуй, это самый масштабный концерт фестиваля. Вы знаете, он в этом году открылся в Москве, в зале Чайковского, и второй концерт проходит в Абхазии. Мы вчера говорили о том, что каждый Хиблогер Фестиваль – это какая-то отдельная, абсолютно эксклюзивная история. Он проходил в Сухумском заповеднике, заповедник ожил, он обрел вторую жизнь, проходил в храмах Абхазии, привлекая внимание к сохранению историко-культурного наследия. А мне кажется, 17-й фестиваль – это желание собрать в рамках этого мероприятия всех, кто так или иначе не попадал в разные годы на фестиваль. В этот вечер в Сухум съехались не только со всех городов республики, но и приехали из-за границы. Ведущим вечера был актер-журналист Юлиан Макаров. Всю Абхазию, всю славную страну за несколько дней до этого счастливого мига уже слегка лихорадила. И это, безусловно, была любовная лихорадка. Так, когда отчитываешь каждый момент перед свиданием с обожаемым человеком. Фестиваль по традиции привлекает лучшие оперные имена. Так, до этого в Большом зале Московской консерватории имени Петра Ильича Чайковского состоялся фантастический концерт, где партнером Хиблы выступил всемирно известный тенор Хосе Кура. Но даже большой зал консерватории в Москве слегка теряется перед размерами такой аудитории, такого пространства. А не как раз под стать масштабу наших титульных солистов сегодня. Сами артисты называли этот вечер концертом-праздником, концертом-сюрпризом. При этом программа серьезная и насыщенная. Здесь и шедевры мировой оперы, ария Леонора из оперы «Сила судьбы», ария графа де Сильвы из оперы «Эрнани», куплеты Мефистофеля из «Фауста» и многое другое. Ильдар Абдразаков – двукратный обладатель премии «Грэмми», народный артист Башкортостана и Татарстана. Для него это уже третий фестиваль Абхазской оперной дивы. Абхазская оперная дивы. Здесь и друзья, и хорошие позитивные эмоции, и прекрасный воздух, и всегда прекрасное настроение. То, что отличает от каких-то других мест, куда мы приезжаем, но как бы приехали, отработали и уехали. А здесь именно душевный настрой. Это благодаря, опять же, нашей любимой моей сестре Хиблочке Герзма. Спасибо тебе большое. Потому что, ну, это особый фестиваль. Знаете, хочется сказать, что Хибла представлять не надо, вы и так знаете, что это ваша звезда, это ваша… Как сказать? Да я даже не знаю. Дело в том, что приезжаешь в любой театр мира, в Ласкало или в Метрополитен или Вену, и всегда, начиная от гримеров, заканчивая до директоров театров, спрашивают, ну, как там Хиблок? Мы ее ждем с нетерпением, мы знаем, что она там через два месяца к нам приедет или через месяц приедет. Мы ее ждем, передавай привет, если увидишь. Знаете, и это очень здорово, потому что моя сестра имеет такой позитив, у нее такое положительное сердце, положительные эмоции, поэтому мы ее очень любим. Зрители, которых по средним оценкам было около двух тысяч, стояли в проходах, сидели на ступеньках, теснились, но не уходили. Хибла Гердмау в 2019 году пригласила действительно всех, и ее выступления здесь ждали с особым трепетом. Субтитры создавал DimaTorzok Я очень горжусь тем, что второй наш концерт в рамках нашего фестиваля мы будем служить на стадионе Динамо. Это немного масштабнее, чем то, что было раньше. И у нас огромная команда приехала к нам. Это очень серьезное мероприятие. Я одна бы никогда ничего не смогла бы, если бы у меня не было большой, сильной команды. Это Министерство культуры Республики Абхазия в лице Эльвира Анатольевна Арсалия. Спасибо огромное, что вы рядом. И вся ваша команда, изумительные ребята, девочки, спасибо большое. И никогда бы не случилось ничего, если бы у нас не было бы рядом великого мецената Николая Владимировича Ачба. Вся эта магия дополнялась академическим большим хором мастера хорового пения под руководством Льва Конторовича и Государственным симфоническим оркестром Татарстана под управлением Александра Сладковского, которого, кстати, прямо на сцене поздравили с днем рождения. У Александра Сладковского день рождения, и это большой для нас праздник. Субтитры создавал DimaTorzok Пожалуй, самую бурную обратную связь артисты получили, когда хор под управлением Конторовича исполнил народную абхазскую песню о ранении. Субтитры создавал DimaTorzok Очень тепло зрители приняли выступление юной абхазской балерины, воспитанницы Академии русского балета в Санкт-Петербурге Кристины Чкотуа. Специально для нее была возведена балетная площадка. Это первое масштабное выступление девочки с, несомненно, большим и серьезным будущим. Субтитры создавал DimaTorzok Включенными на телефонах фонариками встретил стадион песню «Абхазия моя». Хибла Герзмал во время ее исполнения спустилась на поле и подошла к трибунам со зрителями. Субтитры создавал DimaTorzok «Абхазия моя» Субтитры создавал DimaTorzok Девочки в горе! Сразу после финальных аплодисментов уже в гримерных поздравил и поблагодарил артистов за вечер президент страны Раун Хадзимба. Элинора Гилаян со строку «Агуха» Абазатова Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok